Большое спасибо. Спасибо за приглашение на такую интересную конференцию и дискуссию. Я попытаюсь сейчас пойти вперед. Давайте начнем с примера коммуникации. Вот это веб-сайт Коппингтон-Пост, наиболее известных онлайновых журналов в Европе и США. Это статья, как вы видите, название «Антибиотики вызывают рак» со знаком вопроса. И давайте чуть-чуть почитаем всю эту историю. Здесь идет начало с том, что антибиотики слишком много используются. И в основном медицина признает. И вот существуют бактерии, которые колонизируют наш желудок в качестве пробиотиков. И вы знаете, что пробиотики – это скорее продукт, который поддерживает нормальную бактериальную флору в нашем теле, но это не совсем бактерии. И затем автор говорит, что вот эти здоровые бактерии, которые должны быть в нашем кишечнике, умирают. И в результате, на самом деле, вот эти здоровые бактерии формируют основу нашей иммунной системы. И она продолжает, говоря, что и так они работают, пока мы не будем принимать антибиотики, потому что антибиотики убивают наши здоровые бактерии. И в результате возникают различные проблемы и часто серьезные проблемы. В 90% популяции возникает кандидоз и такие проблемы. И она говорит, да, в Риме есть такой, есть доктор Тулиус, онколог, который говорит, что рак вызывается грибками. Это такой результат роста кандидов. То есть рак – это некое грибковое заболевание, поскольку только кандиды, потому что можно, естественно, вот это было написано в газетах. Давайте пойдем. Что здесь не то? Здоровые бактерии не часть нашей иммунной системы. Но здесь была серия научных исследований. Мы знаем, что бактерии могут помочь иммунной системе, но они не являются частью нашей иммунной системы, строго говоря. То есть здесь неправильное использование терминологии. Здесь речь идет об экосистеме. Понятно, что широкий спектр антибиотиков, которые используются для лечения инфекции, могут убивать некоторые здоровые бактерии. Кандиды колонизируют 90% популяции. Но это нормально. Это то, что у нас есть в теле. И доктор Симунчини, он такой врач, который, собственно, не использует научные подходы, но тем не менее публикуется. Что я пытаюсь вам продемонстрировать этой статьей? Когда мы касаемся темы псевдонауки, всегда есть, так сказать, научные, как бы есть и научные аспекты. Вот, например, алоэ вера. Это растение. И вот один священник говорит, что экстракт алоэ веры может помочь излечить рак. Что там в углу? Мы, скажем, если будем в высоких концентрациях использовать алоэ вера в лаборатории, то мы убьем раковые клетки. А если, скажем, раковые клетки поставят в бутылку воды, мы их убьем, потому что если в воду помещать, раковые клетки убиваются. То есть достаточно легко найти, как бы, основу, научную основу в любом виде псевдонаучных утверждений. И, безусловно, вот мне очень нравится, существует два выбора. Если вы, скажем, балавируете между двумя путями, что трогает пациентов или читателей, это вот такая эмоция, страх, такая эмоция, как страх, и как страх влияет на принятие решений. Это схема, которая была опубликована Центром контроля над заболеванием. То есть страх влияет на наше принятие решений. Окружение и организационные контакты, они влияют на весь процесс. И это целая культура, включая культуру страха в медицине, которая влияет на каждый дом, на каждую сферу. Если мы живем, так сказать, будем воспринимать культуру страха по отношению к медицине, то принятие решений будет, наконец, под полным влиянием наших ощущений как страха. И еще тут был опубликован очень интересный отчет экспертом по общественному здоровью. Здесь вот утверждение о том, что достаточно, сейчас пора уже как бы отделить страх. Когда мы говорим о заболеваниях, мы должны объяснять, что происходит. И нужно как бы отделять страх от наших объяснений в силу многих причин. Разве это то, что происходит в газетах? Это исследование, которое проведено было группой социопсихологов. Это маленькие горы, построенные муравьями. И большое количество исследований публикуются в газетах на английском языке уже 19 лет. И все маленькие горки, которые вы видите, разные цвета, представляют разные темы. Если вы посмотрите на темы, которые рассматриваются в статьях в Европе, это свиной грипп, эпидемия. И тут розовый цвет, гора розового цвета. Это эбола в 2014 году, серая горка. Вы видите, очень большая тема по эпидемиям. Это те темы, которые публиковались в газетах. И если мы посмотрим все статьи, которые были опубликованы по эболе, мы увидим, что эбола слишком большая, чтобы на самом деле влезть в этот график. Таким образом, мы можем ли мы утверждать, что действительно эбола является серьезной проблемой? Это то, что формирует наше представление, которые рассматривают данные, рассматривают, сколько людей погибло от той или иной причины. И мы видим, что нет никакой связи между страхом, который возрождается в читателях и реальными статистическими данными. Если мы хотим поменять культуру страха, мы должны подумать о количестве статей, которые посвящаются той или иной теме. И я понимаю, что журналистика, СМИ сильно влияют на наше когнитивное восприятие. И это было доказано в области экономики. На самом деле, такого рода представления помогают нам быстро принимать решения. И очень часто, как показывают исследования, мы следуем нашим эмоциям, а не разуму. И когда есть определенное мнение у нас сложившееся, нам очень сложно его поменять. Если что-то часто представляется как угроза, тогда мы часто воспринимаем проблему гораздо более серьезной, чем она является на самом деле. Таким образом, мы испытываем страх. Например, таким является страх летать на самолете. И мы выбираем поездку на автомобиль, несмотря на то, что данные показывают, что безопаснее выбрать самолет. И такие заболевания, как рак или когнитивные заболевания, они обладают вот этой аурой, угрозой. И на самом деле это не связано с тем, насколько они опасны в реальности. Сейчас есть доктора и терапия, которые могут помочь продлить жизнь. Проблема с псевдонаукой в том, что, и был опубликован отчет, что псевдонаука является тенью традиционной науки. Это говорит о том, что есть проблемы в традиционной науке, которые рождают, порождают псевдонаукой. И не нужно быть псевдо, чтобы быть псевдонаукой. Вот, например, публикация, напечатанная недавно, Иван Ранский, который изобрел, создал сайт, который собирает всю информацию, ненаучную информацию, ненаучные публикации, которые были опубликованы в научных журналах. Они провели исследование, чтобы посмотреть, как формологические исследования помогают интерпретировать проблему больным. И они узнали, что если данные представляются по-разному, и то, каким образом данные представлены, одни и те же данные представлены с определенным тоном, таким тоном, который показывает, что они намного более успешные и выгодные, такими образом их и представляет пациент. Даже если данные представлены в научном виде, даже если наши данные представлены правильно, очень важен тот тон, в котором мы эти данные предоставляем читателям. Я часто пишу статьи о раке, и одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, когда мы узнаем о новых технологиях, и я не могу назвать статью, мы нашли лекарство от рака. Даже если мы нашли лекарство от рака, молочной железы, я не могу написать это в названии, потому что часто коммуникация воспринимается неправильно. часто нужно объяснить читателю, что правильно, в правильной манере. И в первой статье я решила эту проблему. У нас есть тонны данных, научных исследований, которые говорят о том, что если вы потратите часы, объясняя пациенту, что правильно, что неправильно, очень сложно поменять мнение, сложившееся мнение пациента. И этого недостаточно, поскольку решение не основывается лишь на разуме. Я ускорюсь. Одна из проблем, с которой мы складываемся, это кто же является экспертом в лечении и в науке. Эта книга была напечатана американскими коллегами о проблеме поиска хороших экспертов. Вы можете сказать, что доктор, который привержен науке, он хороший эксперт. Но это интересная статья в авторстве Даниэла Кранула, которая говорит о том, что на самом деле, и он был редактором New York Times, что эксперт на самом деле опасен для моей газеты. Я предпочитаю собирать разные мнения, и часто мнения экспертов являются неправильными. Они ведут наших пациентов читателями не в ту сторону. И часто они выбирают в результате... Выбирают не экспертов, а тех, которые выбирают и транслируют удобное мнение. Другая проблема для нас, как для журналистов, это то, что мы рассказываем о науке как о социальном феномене. И в сбалансированном виде. Это значит, что нам нужно дать голос разным ученым. То есть мы должны возможность высказаться разным экспертам. Но это не относится к традиционной медицине и к силе и весу этой области. Мы не можем его сравнивать с весом тех, кто транслирует псевдонауку. И мы можем говорить об этом как социологический феномен. Журналист, он описывает реальность, и, соответственно, он должен рассматривать разные области. С одной стороны, мы расписываем, что происходит. С другой стороны, мы просвещаем читателя. И наука, как мы ее освещаем, это баланс между хайпом и надеждой. В нашей области мы тоже говорим о так называемом хайпе. Часто выходят пресс-релизы, которые переоценивают результаты научных исследований, которые представлены учеными. И то же самое, если мы посмотрим на пресс-релизы в фармацевтике, мы увидим то же самое. Если мы посмотрим на академические пресс-релизы, то же самое. Почему я говорю об этом? Потому что каждый раз, каждый раз, когда мы переоцениваем эффект какой-то технологии, мы на самом деле вредим, и мы вредим доверию к официальному сообществу медицинскому. достаточно обладать достаточно одного больного, его истории, который мог бы подорвать доверие огромного сообщества. Если мы говорим о том, о технологии, которая может вылечить, которую в результате не лечат, таким образом, как специалисты в медиа, в этой области, в области медицины, мы должны собирать данные. И одно исследование показало, что журналистам верят очень мало, в то время, как докторам верят больше, но доверие к нам повышается, что видно на графике. Но не сильно. В чем же проблема? Мы видим, что в Великобритании также журналистам не очень сильно доверяют. Давайте рассмотрим эту проблему. Мы в любом случае видим, что журналисты и ученые, они находятся в топовых позициях с точки зрения доверия. И в этом исследовании спрашивали у ученых, что они думают о решениях, принятых по поводу каких-то спорных вопросов. И они спрашивали то же самое у простых прохожих. что, например, такие вопросы, как изменение климата, вакцина. И сравнивали ответы специалистов и простых жителей. И мы видим огромную разницу. Но вопрос в том, каким образом, возможно, такая большая разница. Люди не доверяют науке, они верят в неё, что наука — это нечто хорошее. Но когда они должны её использовать и принимать решения в повседневной жизни, всё меняется. И если вы продолжите спрашивать, вы доверяете вашим докторам? Никогда, никогда вы не поймёте, почему они верят псевдонауке и в результате выбирают её. Нам нужна определённая среда, которая заставляет людей размышлять о том, чем в действительности является наука. Мы должны быть очень осторожны и объяснять, в чём ограничение науки, в чём ограничение в действиях доктора, возможностях доктора. Я могу помочь вам жить дольше, я не могу вам помочь жить вечно, я могу вылечить ваше заболевание, я, к сожалению, не могу вылечить ваш рак, могу помочь избежать побочных эффектов. И мы, журналисты, должны проясняться достаточно с аудиторией. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!